С основными событиями недели на телеканале ННТ вас ознакомят мои коллеги и я, Айша Камалова. Здравствуйте! Без единого рубля бюджетных денег. Водовод от канала имени Октябрьской революции для подпитки милеющего озера Агель официально открыт. Алхасен Магамед Магамедович, глава городского района ННГ Махачкала. Страсти по газу. Жители Махачкалы устроили массовые акции протеста из-за отсутствия голубого топлива в домах. Власти города решили проблему оперативно. Давай сегодня, вот сейчас идем, пойдем устраним эти нарушения, приступим. Дагестан майнит лучше всех. Республика занимает первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по числу незаконных майнинг-ферм. ННТ снова победил. Наш коллега Курбан Рагимов был признан лучшим на всероссийском конкурсе «Энергия Побед». Агель теперь будет жить. Водопровод от канала имени Октябрьской революции для подпитки милеющего озера Агель сдан в эксплуатацию. В присутствии главы Дагестана Сергея Меликова в озеро выпустили мальки частиковых и растительноядных видов рыб для восстановления экосистемы водоема. На торжественном открытии почетными грамотами были отмечены официальные лица и меценаты, благодаря которым и состоялся проект «Живи Агель». Затем всех гостей праздника пригласили на рыбную ярмарку. Мероприятие завершилось концертной программой. Напомним, что водовод построен по инициативе администрации Ленинского района Махачкалы и Фонда спасения озера Агель, причем без привлечения бюджетных денег. Финансовую помощь оказали меценаты и неравнодушные жители республики. На самом деле это народный такой сбор получился и все, кто захотел в нем поучаствовать, они свою миссию выполнили. В чем здесь еще проблема? Вот эти суды, неопределенность статуса земель и неопределенность их положения, она не просто мешает существованию озера, она еще и мешает принятию административных решений. То есть сегодня мэрия Махачкалы, как бы ни старалась, Солом Кадеявович, дай бог ему здоровья, ни какие-то другие источники финансирования не могут быть определены до того, как не будут приняты судебные решения. Понимаете? И поэтому в этом отношении очень важно, что именно небюджетные источники были сюда применены, потому что они не требуют той отчетности и того номенклатурного оформления, которого требует бюджет. Во время встречи с журналистами глава республики также затронул проблему протестных акций людей, недовольных отсутствием газа. По мнению руководителя региона, иногда вопросы безопасности абонентов важнее, чем быстрые подключения. То, что взрыв газовой смеси произошла из-за нарушения требований безопасности, это однозначно. И упаси господи, если бы подобная ситуация возникла где-то на этапе подачи газа в многоквартирный дом. При этом никаких документов, правоустанавливающих подачу газа в многоквартирные дома, не было. И нужно было после этой аварии, которая стала прецедентом, просто проверить, а как в многоквартирных домах осуществляется подача газа. Не вызовет ли она каких-то техногенных аварий и катастроф, не будет ли она служить угрозой для жизни людей. Конечно, плохо, когда мы в декабре месяце отключаем газ. Но, наверное, еще хуже, когда эта подача газа может привести к многочисленным жертвам трагедии. И в продолжении темы. На неделе жители двух районов Махачкалы устроили массовые акции протеста из-за отсутствия газа. Напомним, что после пожара, который произошел 22 ноября по проспекту Амитхана Султана, был введен режим чрезвычайной ситуации. Аварию ликвидировали, однако голубое топливо в квартиры горожан так и не подали. На месте в проблеме разбирались и газовики, и мэрия Махачкалы. Чем все закончилось, знает Асиль Манапова. Это бардак вашей организации. Решайте у себя, а нам газ дайте. Терпение жителей города по проспекту Амитхана Султана на исходе. Вот уже 11 дней в их дома не поступает газ. Холодные и теперь уже зимние ночи электричество не спасает. Пока горожане нашли единственный выход – перекрыть дорогу, чтобы их услышали. На место протеста подтянулись силы полиции, представитель соличной мэрии и газовой компании. У газовиков своя, правда, у людей своя. Никакой исполнительно-технической документации на данные дома не представлено, потому что ее нет. Подождите, дайте сказать. Данные дома многоквартирные, на баланс города не приняты. Вы, наверное, имеете кое-какие свечи о регистрации права собственности. Но вы должны, если у вас есть данные документы, вы должны их представить в Газпроме Межрегион Газ. Потому что данные дома до сих пор не присвоены адреса. У вас у всех по 2-3 адреса. Однако жителей такой ответ не устроил. Вопросов стало еще больше. Смотрите сюда. У меня железный шланг, железная труба. Я плачу больше 5 лет за газ. Контролер приходит каждые полтора месяца, проверяет. Каждый месяц. Газовики ссылаются на то, что нужно в каждом доме провести проверки. А людей зачастую нет в квартирах. Это, по их мнению, задерживает процесс подачи газа. На встречу с людьми приехал и мэр Махачкалы. Салман Дадаев распорядился создать на месте оперативный штаб из представителей администрации и газовой компании, чтобы закончить процедуру обследования квартир в короткие сроки. Мэр призвал жителей обеспечить доступ к квартире и подготовить все имеющиеся документы. Пожалуйста, предоставить доступ к квартире, показать все газовое оборудование. Оборудование не смотрят. Я же говорю, от нас поставим им человека. К каждому представим человека, что сейчас-вопросы тоже войдут. Если вдруг такая ситуация, что газовое оборудование не соответствует, это тоже газовики возьмут на себя и сделают переоборудование и перезрезку. Столичный городоначальник адресовал справедливые претензии начальнику юридического отдела газовой компании, который, к слову, на встречу с митингующими пришел один. Это заключение нам запрещает проводить подключение газа до момента устранения. Так что, Солмак, поделайте. Давай сегодня, вот сейчас идем, пойдем, устраним эти нарушения, приступим. Вы говорите, что... Подожди, где ГРУ Махачкала? Вызывайте их сюда. Вызывайте их сюда. Давайте сейчас берите акты. Мои сотрудники здесь присутствуют. В каждую квартиру зайдем, акт составим. Есть здесь необходимость переоборудования. Приступим к переоборудованию. Здесь наружный газопровод. Мне не надо, Солман Кадянович, расскажите. Вот ей расскажите это. Наружный газопровод неправильно проведен. Кто его? Наружный газопровод вы проводили? Когда проводили? Я не знаю, когда вы его перепроводили. Из-за этого у нас есть заключение специализированной организации, которая запрещает нам проводить подключение до момента устранения. Ночную акцию протеста на Амитхана Султана утром подхватили и другие, оставшиеся без газа, горожане. Более 50 жителей домов степного поселка остановили движение на въезде в город в районе Кольца МФЦ. Сотрудники ГИБДД с трудом, но все же наладили движение, уговорив людей отойти от проезжей части. Асель Манапова. Новости ННТ Махачкала. И как стало известно, сегодня газ, многоквартирные дома, горожан по улице Амитхана Султана все же подали. Об этом на своей странице Инстаграм сообщил Салман Дадаев. В течение ночи голубому топливу были подключены более 10 домов, сообщил мэр Махачкалы. К другим темам. Дагестан – столица незаконного майнинга СКФО. Республика занимает первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа по числу выявленных незаконных майнинг-ферм. Только за последние несколько дней в горных районах были обнаружены две такие фермы. Всего за 10 месяцев этого года в республике зафиксировали 19 фактов теневого подключения к сети при добыче криптовалюты. По официальным данным, общий объем похищенного электричества превысил 41 миллион киловатт-часов. На неделе береговая охрана пограничной службы по республике получила еще один военный корабль. Торжественную церемонию поднятия флага на судне посетили и официальные лица. Боевой корабль, названный в честь народного поэта Дагестана, будет охранять морские рубежи России в Каспийском море. В продолжении темы сюжет Карима Даниева. Сторожевой корабль «Расул Гамзатов» прошел все испытания и поступил на службу береговой охраны ФСБ России. Он будет защищать интересы страны в акватории Каспия. Для этого его оснастили новым боевым модулем. Команду поднять флаг дал начальник пограничного управления ФСБ по Дагестану Андрей Карпенко. До этого он торжественно вручил знамя новому капитану корабля и обратился с напутствием к личному составу. Славное имя «Расула Гамзатова» теперь будет носить этот новейший корабль. Я думаю, с его прибытием, даже выражая уверенность, южные рубежи нашего государства будут надежно, надежно прикрыты. И экипаж, который попал, назначен на этот корабль, будет у нас одним из лучших. Торжественную церемонию посетил и глава республики Сергей Меликов, который еще раз обозначил важность охраны морских границ России в акватории Каспия. Сегодня для всех нас особенный, не забываем лиги. Уверен, что сегодняшняя церемония, вне всякого сомнения, войдет в историю пограничного управления ПСБ, по республике Дагестан и всего Дагестана. Сегодня сторожевые корабли пограничной службы, находясь на страже южных границ России, охраняют территориальные воды, биологические ресурсы, успешно выполняют другие задачи. Это почетная обязанность охранять мир и покой наших граждан. Произведенный и испытанный в Петербурге Расул Гамзатов заступил на боевое дежурство в Дагестане. Директор кораблестроительного завода рассказал, что над созданием боевого судна трудились более тысяч рабочих. Адмиралы, генералы, уважаемые товарищи офицеры и мишманы, дорогие гости, наша страна вкладывает огромные средства в защиту и охрану государственных границ. Этот новый корабль передается сегодня пограничную службу в республике Дагестан. Это большой праздник. Над этим кораблем трудилось больше тысячи человек в течение долгих месяцев. Король показал себя хорошо на испытаниях, и он вас не подведет. На мероприятие была приглашена и дочь народного поэта Салихат Гамзатова. Она выразила благодарность за то, что имя ее отца продолжает жить в сердцах людей и пожелала морякам мирного неба над головой. Сегодня для нашей семьи волнительный день, потому что имя нашего отца присвоено пограничному кораблю. Он был человеком очень мирным и стремился к тому, чтобы людей соединяли дружеские чувства, любовь. И вместе с тем он понимал, что человек должен уметь защитить то, что ему дорого. Итак, флотилия береговой охраны Каспия пополнилась еще одним кораблем. В скором времени Расул Гамзатов выйдет на боевое дежурство в море. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал НМТ, Махачкала. На удаленку из-за ОРВИ и гриппа. Некоторые дагестанские школы перешли на дистанционный формат обучения. Причиной тому стало резкое число заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Несколько классов перешли на такой формат обучения в Каспийске, Махачкале и Буйнакске. В Миноборнауке сообщили, что такие вынужденные меры приняты в 42 школах. Также на карантине находятся три детских садика. В мае нынешнего года в Избербаше случилась трагедия. На пятом этаже одного из многоквартирных домов возник пожал, в результате которого погибли двое детей. Происшествие тогда получило широкую огласку в СМИ, когда выяснилось, что четверо детей были дома одни без присмотра. Бывшая и без того в трудной жизненной ситуации женщина с двумя оставшимися в живых старшими детьми оказалась без крыши над головой. Фонд «Инсан» решил помочь матери-одиночке. Все подробности у Хамзы Нурмагомедова. Женщина не может сдержать эмоции. Шесть месяцев назад в Избербаше в съемной квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар. В доме находилось четверо маленьких детей. Самому маленькому ребенку было всего три года, старшему девять лет. Мать одиночки оставила их дома, вынужденная выйти на работу, чтобы прокормить семью. «Учитель, я сожалею. Не хотела бы, чтобы так было. Ваше положение на тот момент, ну какой был финансовый? Я работала, обеспечивала детей. Не было помощи практически ни от кого». В результате трагедии у Наиды погибли двое детей, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Старшие сыновья восьми-девяти лет в тот день спрыгнули из окна пятиэтажного дома и чудом остались в живых. После этого случая сочувствующие дагестанцы решили поддержать горем убитую мать. «Тогда по многочисленным просьбам очень много людей писали в фонд, чтобы фонд Инстан открыл сбор, для того, чтобы была хотя бы какая-то помощь для семьи хотя бы на какое-то первое время. В итоге мы получили такой обширный отклик и фонд Инстан собрал средства, за счет которых мы смогли приобрести жилье для семьи, у которой тогда случился пожар». Всего удалось собрать чуть более двух миллионов рублей. На эти средства фонд Инстан приобрел для Наиды и ее оставшихся в живых детей новую квартиру в центре Избербаша. «В первую очередь город Избербаш и вся республика, которые очень сильно переживали, были с вами все это время. И вот показатель того, что жители неравнодушны, переживали – это вот такой подарок, такая прекрасная уютная квартира». «Не ожидала, вообще не ожидала я такого. Спасибо всем большое за помощь, за понимание. Дай Аллах всем здоровья». Площадь новой квартиры составляет около 50 квадратных метров. Здесь просторно, зал, кухня, кладовая и небольшая детская. Фонд Инстан будет и впредь активно поддерживать и помогать одинокой матери. «Мы всячески стараемся поддерживать ее, потому что от нас зависит. Сейчас в данный момент такой острый уже в чем-то у них нет». Ну и закончим выпуск на радостной ноте. Журналист телеканала ННТ Курбан Рагимов был признан лучшим на всероссийском конкурсе «Энергия побед». Наш коллега представил на суд компетентного жюри документальный фильм про олимпийского чемпиона Абдул-Рашида Саадулаева. Церемония вручения награды проходила в Олимпийском комитете России в Москве. Слово Лориане Шамхалаевой. Оперативно, по факту и грамотно именно так можно коротко обозначить работу Курбана Рагимова, который вот уже шесть лет готовит спортивные сюжеты для программы новостей. Корреспондент ННТ рассказывает о победах наших спортсменов, выезжает на самые крупные соревнования. Труды нашего коллеги не проходят даром. И вот очередное признание. На всероссийском конкурсе «Энергия побед» фильм Рагимова признали лучшим в номинации среди региональных СМИ. Я решил попробовать себя в новом жанре, снять уже фильм, документальный фильм на первом этапе. И идея получилась такая спонтанная. Сам Абдурашид предложил мне снять какой-нибудь видеоролик, клип, как он тренируется на рассвете. И я уже решил, раз мы с такой звездой снимаем что-то, то нужно будет подойти к этому более профессионально. Вот так пару дней у нас таких насыщенных выдались. Мы успели поснимать его и на тренировках, и на природе, и дома. Ну, в дальнейшем у нас есть планы и поснимать его в горах. «Энергия побед» – это не только конкурс, но и площадка для обмена опытом, рассказывает Курбан. Олимпийский комитет совместно с Федерацией спортивных журналистов организовали для финалистов целую серию мастер-классов. Награды лауреатам конкурса вручали профессионалы во главе с известным комментатором Виктором Гусевым, который был председателем жюри. «Этой победы, на самом деле, ждали очень много людей. Меня поддерживали, узнав о том, что я вошел в тройку финалистов, уже это распространилось. Везде наш канал дал эту информацию. Многие коллеги, многие друзья, многие те же самые спортсмены, родственники, все меня поддерживали. И уже там не было варианта проиграть. Я вышел на сцену и даже, можно сказать, немного волновался в этот момент, потому что все встали, все аплодировали, назвали Республика Дагестан, телеканал ННТ. Ну, такое чувство гордости было за себя, за свой канал, за свою республику в этот момент». Заявки на участие во всероссийском конкурсе отправили более 350 человек из 60 регионов России и 11 зарубежных стран. Призы вручались в 11 номинациях. Победа на этом престижном фестивале, уверен Курбан, послужит стимулом для разработки новых идей. У него уже есть ряд задумок, которые предстоит реализовать в ближайшее время на канале ННТ. «Участие в таких конкурсах, участие в мастер-классах, это, конечно, большой стимул, мотивация для дальнейшего роста. Ты приезжаешь, ты обмениваешься опытом, ты знакомишься, заводишь новые знакомства со своими коллегами из разных республик, разных областей нашей страны. И поэтому это очень приятно и это мотивирует на дальнейший рост. В дальнейшем нам надо больше участвовать в подобных конкурсах, больше узнавать о них. Мы можем выигрывать, можем конкурировать на этом всероссийском уровне». Ларианна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Мы следим за развитием событий. Не пропустите вы главного на телеканале ННТ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова